добрый день сегодня продолжим тестирование боксов в hdr режиме на этот раз тест будем проходить на реальном видео а точнее на референсном видео снятым 8к камерой а также втором видео снятым с фото братом и потом преобразованным из raw непосредственно в hdr pq 1000 я делал тесты с тремя вариантом видео первое это 4k sdr 10 бит цветовой формат 5709 это редкий вариант видео так как обычно 4k все же делают в бите 2020 но будет интересно посмотреть насколько хорошо бокс работает 4k с обычным цветовым дивазоном второй вариант видео это 4k 10 бит бить и 2020 спеки 1000 наиболее популярный формат hdr и pq 10000 это менее популярный вариант мастеринга видео но тот же безумный макс на именно с таким уровнем сделан кроме тестов по графикам да винчи я сделал дополнительный тест еще и на сравнение четкости как и в тестах на full hd тест на графиках да винчи resolve помогает увидеть мельчайшие отклонения между боксами и исходным видео причем даже те отклонения которые на глаз невозможно заметить за это время дюна получила новую прошивку которая решила ее проблемы с перезагрузкой дюна будет проходить тесты в режиме вывода авто и настройкой дополнительный чтобы вывод битности был как в оригинальном файле и в настройках android стояла режим полный диапазон только в этих условиях дюна может выдавать нормальную картинку если оставить стандартный авторежим по умолчанию то дюна во-первых клипит уровни верхняя и во-вторых градиент имеют очень ступенчатый вывод это очень заметно на тест таблицах и на графиках поэтому я сразу решил тестировать только режим которым она может нормально выводить видео для yugus x2 также решил оставить только режим android tv так как corelek выдает на сто процентов идентичные результаты в 4к хотел в тест 4k sdr включить fire tv так как мой свитч позволяет для такого сигнала обойти hdcp но в процессе анализа видео выяснилось что мой свитч hdmi 1.4 в 10-битном видео дефекты как будто портится градиент так что не все свитчи hdmi могут нормально без потери передать сигнал 4 до 2 10 бит поэтому пока fire tv так и не будет участвовать в дальнейших тестах ну что ж начнем я расскажу не обо всех тестах который провел а покажу те где были проблемы либо большие отличия между боксами а первый тест это фото лося графики из да винчи по ним и будем смотреть и анализировать вот как раз здесь оставил fire tv чтобы показать в чем проблема hdmi свитчом давайте смотрите сразу покажу на нем вот смотрите на зеленый канал вот здесь будет хорошо видно сейчас включаю видите он становится ступенчатым вот зеленый прямо очень сильно страдает поэтому пришлось его отличить ну из одного ты дополнительно покажу сейчас разницу между дюной в режиме авто и дюна в режиме авто плюс full диапазон вот 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 это 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 вот сейчас авто плюс full а вот это чисто только авто вот видите что творится посмотрите неприятный такой разрыв то есть изображение становится ступенчатым тут это меньше видно за счет того что здесь все-таки нету чистых градиентов на этом скриншоте но это есть и это плохо градации в этом режиме авто удивлены становится некачественными как и было в синтетических тестах первой части и так в этом тесте apple изменил баланс белого немножко понизив красный канал и синий и соответственно зажив немного насыщенность картинки скажу что это сложно увидеть тем более если тв не откалиброван но это немножко есть shield и дюна тоже решили сжать но только синий канал вот видите shield сжал синий канал остальные оставил как есть и с этим на дюна тоже поджало синий канал ну а x2 выдал как и в прошлых тестах почти не отличимую картинку от оригинала следующий тест это гора в режиме hdrpq 1000 здесь я вывел это треугольник цветовой по нему более удобно посмотреть отклонения если сдвиг соответственно здесь у нас apple и дюна показали и детей идентичный дефект немного сместив цветовой треугольник в область теплых желтых оттенков смотрите apple видите то есть на графиках этого вообще даже незаметно и здесь но тем не менее чуть-чуть есть смещение небольшое треугольника также поступила и дюна то есть вот если сравнить apple и дюна то они выдали почти одинаковые результаты соответственно шилд опять просто взял и сжал сжал насыщенность немножко то есть ужал треугольник видимо на самых верхах да вот видите наверху немножко поджав цветность x2 соответственно почти не отличается от оригинала следующий тест это каньон с пикью 10 тысяч здесь картина очень интересно здесь есть явный аутсайдер это дюна этот бокс не смог корректно определить видео с пикью 10 тысяч видите он написал что макс это 500 кандел все остальные боксы или боксы сделали и вывели правильно написали здесь макс 10 тысяч изображение из-за этого стало темным смотрите это оригинал а это дюна это оригинал а это дюна то есть прямо сильно заметно как она понизила яркость до 500 ну и собственно вот на графиках это все замечательно видно вот видите должно быть даже чуть больше нет реальных она все опустила до 500 я специально проверил как это выглядит на телевизоре кстати этот глюк был не только на этом файле дюна периодички ошибается на разных пикью был такой же дефект с пикью 4000 тоже вывел как пикю 500 чем это плохо скажем так на телевизорах которые не умеют сами динамически обрабатывать мета данные будут выдавать просто темную картинку она будет тусклой напомню что sony и lg умеют динамически обрабатывать входящие данные они грубо говоря вообще не реагируют на пикью мета дата то есть lg и sony при включенном динамическом тон-маппинге преобразуют каждый кадр изображения в динамические данные и соответственно если я отключаю динамическую динамический тон-маппинг в lg то файл из дюны становится тусклым и все яркие части пропадают а вот при включенном динамическом тон-маппинге пикью уже не влияет и соответственно что с дюны что с другого бокса я вижу одинаковую картинку поэтому если у вас телевизор который не умеет динамическую обработку данных hdr делать то там с дюны у вас будут явные проблемы и это однозначный косяк дюны но остальные боксы вывели вполне нормально apple немножко опять решила что синим низу диапазона лишний и подняла ему уровень дополнительно сузит насыщенность картинки шил тоже как и в других тестах решил что нужно немножко немножко ужаться ну а x2 был приблизительно идентична оригиналу кстати были тесты где видимо все сошлось хорошо для всех боксов это были фото конвертированные из raw в видео эзер спатью тысячи на двух из этих тестов боксы показали все идентичные результат хотя там было много цветных элементов и я думал что разница будет больше но оказалось что за счет 10 бит и повышенного разрешения восстановление цвета из 420 422 для боксов далось идеально все же в четыре раза больше данных для восстановления и 10 бит исходного файла дают возможность значительно лучше восстановить исходные цвета при интерполяции из 420 именно поэтому даже на full hd телевизорах видео в 4k дом если его дом скейлить и смотреть будет смотреться лучше чем full hd видео единственное условие это правильно работающая функция призыву преобразование из hdr sdr ну и в конце я сделал пару тестов на уже известном нам сайте на том же классе и так это оригинал это apple отличие 0,05 чем это заключается вот видите чуть-чуть где-то где-то немножко по-другому произошла им по интерполяция цвета причем на глаз я как ни пытался не смог увидеть даже при четырех кратном увеличении то есть это просто невозможно заметить соответственно дюна 0,04 дала x2 изображение полностью идентичны но и shield изображение одинаково и так вот такие вот результаты мы имеем соответственно по четкости все просто как и в тесте full hd между боксами нет разницы в четкости вывода картинки все как и тогда связано исключительно с интерполяции при восстановлении цвета а вот то что например apple и дюна показали худшие результаты здесь дополнительно еще связано с такой штукой дело в том что apple и дюна если поставить вывод как как есть и полный вывод при работе с 4к с частотой до 30 кадров пытаются выдать картинку здесь с дискретизации 4 4 4 10 бит а моя карта как и большинство телевизоров воспринимает сигнал только 422 соответственно то что apple и дюн восстановили и подали как максимально возможный сигнал 4 4 4 на входе в ваш телевизор опять сожмется до 422 и уже потом опять еще раз будет преворозона в 444 именно этим объясняется небольшая разница в деталях в том что apple и дюн показали в этом тесте на четкость чуть худшие результаты и если для дюна вы сможете переключить на 12 бит 422 правда испортив градиент из клипе в картинку то apple мне не дал выбрать вместо 444 422 и это конечно странно и нелогично собственно подводя итог под сегодняшним тестом можно сказать что для обычного просмотра качество вывода hdr будет почти идентичным у всех боксов разницы вы видеть не должны кроме некоторых случаев как например баг с дюной как и в прошлый раз выведем лидера коим является yugus x2 который прошел все тесты на отлично второе место занял шилд с небольшим отставанием по некоторым тестам но еще раз повторяюсь реальные разницы вы на экране вашего телевизора не заметите даже вот эти цветовые сдвиги она цветами по насыщенности вы вряд ли сможете увидеть скорее всего это будет видно только на очень очень хорошем телевизоре с реальными 10 битами правильно откалиброванным хотя у нас все еще много людей на форумах и в чатах telegram которые доверяют своим глазам и уверяют что они видят разницу но в то же время не верит достоверность моих тестов и не верит мою систему которую я использую для для тестирования именно для этих людей которые все еще верят своим глазам они моей системе тестирования я хочу показать и доказать что не стоит доверять и глазам хотя так говорить на самом деле неправильно глаза это всего лишь оптические приборы принимающие кодирующие электромагнитные волны видимой части спектра в нервные импульсы для передачи в мозг а вот уже ваш мозг анализирует и заставляет вас видеть то что хочет увидеть мозг поэтому правильнее говорить я доверяю своему мозгу перед вами две грани кубика какого они цвета правильно белого и серого я тоже так вижу если вам скажу что они одинакового серого цвета вы поверите нет мозг не даст вам увидеть то что грани имеют одинаковый цвет даже если вы будете десять раз противоповторять что они одинаковые по цвету но стоит взять только пипетку то есть точный измерительный прибор и мы удостоверимся что они действительно имеют одинаковый цвет 123 124 126 123 124 126 не верится правда ну что же давайте поможем нашему мозгу воспринять информацию для этого придется сделать несколько операций потому что иначе мозг все равно не поверит уже ближе правда почти можно сказать мы верим тому что видим а теперь мы действительно видим что они одинаковые еще один пример как вы думаете эти автомобили имеют одинаковые размеры или разные если мы попробуем измерить ширину то здесь она равна 153 пикселя здесь она равна 153 пикселя как видите они полностью одинаковые но наш мозг говорит нам что они разные но и вот этот вот уже известный тест мы видим что это разные квадратики но на самом деле это одинаковый совершенно цвет видите как кружится красиво на самом деле это обычный шпек статичной картинкой вырезаем кусочек и ничего не кружится как видите мозг очень адаптивная система и будет заставлять вас видеть то что ему хочется и именно поэтому мы воспринимаем то что видим так как хочется нашему мозгу и зависит что вы видите от большого числа факторов от освещения от цвета стен за тв или у вас плохое настроение все это влияет на то как и что вы видите воспринимаете и только технику которую я измеряю этим не провести она покажет все так как есть на самом деле ну что вы все еще уверены что стоит доверять тому что видит ваши глаза на этом вопросе и закончим этот ролик спасибо за внимание подписывайтесь пишите комментарии ждите следующих серий всем пока